20 июля только что я вам рассказал о тормозах и вот я сижу напротив двух ульев один человек меня спрашивает если шлангами объединить воздух то будет ли это хорошо или будет это плохо я могу тебе сразу в лед сказать смысла шлангом объединять незачем вот тебе две семьи сдвигающих близко-близко на первом этаже сидят матки вот здесь разделительная решетка вот этот этаж для меда если ты вот так вот возьмешь вот отсюда вот до половины или чуть больше половины пакетом накрой и вот здесь пакетом накрой а у тебя же вот здесь вентиляция работает моя вентиляция и вот здесь работает моя вентиляция третий этаж ставь для них общий общество и посмотришь у тебя пчелы будут вот здесь оцеловаться на третьем этаже и меда будет собираться дуплетом если у тебя хватает сил на все эти работы то можешь этим заниматься незачем никакие шланги никакие объединял вы все это и это если у тебя время есть я например этой кухни раньше занимался неудобство лишь только в том что я продаю много маток и продаю семьи и поэтому если я вот здесь продаю семью а вот это и идет ты просто физически не успеешь ты ставишь этаж то еще не набрала пчел а здесь уже переходит сюда но вся эта кухня длится до середины августа потом когда они уходят в этот в жесткий режим когда пчелы злые друг у друга тырят эти могут матку убить вот отсюда переходят тут будет полный медом но в этот момент происходит всякие начинаются катаклизмы с матками поэтому если есть время если тебе это интересно я тебе продолжу эти ролики объединял его и сам я этого делать буду может быть на следующий год может быть только для того чтобы вам это показать я этим опять таки сегодня мне незачем столько потому что но затем вот отводок он надул вот у него уже полные два это молодая матка и у него полные два медом мне потом вот это физически надо все самому одному выкачивать ну куда мне это столько нафига мне это все надо у у нас легко продать 500 килограмм тонну продать очень сложно поэтому во всем есть свои нюансы и поэтому с твоим шлангом ты только себе ты ничего этим не добьешься ничего хорошего подыми иммунитет у пчелы перестань пользоваться лекарствами сделай мою вентиляцию и вот эти фейерверки которые я тебе рассказываю объединяешь третьим четвертым пятым этажом сильные матки ты ты даже не успеешь проблема то в том что если вот например у тебя будет уже первая матка 2 3 и 4 этаж будет да у тебя вот эти этажи они будут битком а вот те еще могут не наполняться и тебе надо будет работу делать чтобы оттуда пустые рамки суда метнуть а вот здесь им мощные рамки это короче разбираешь два улья это очень много времени это хорошо если они добрые а если злые ты все будешь ты все будешь ругаться все слова матов вспомнишь поэтому вот идет у тебя сильная семья ты с нее и гребешь всегда убираешь мед а слабую ты всегда можешь от сильный можешь слабый подкинуть и пчелу и мед это намного легче это меньше времени это это твое драгоценное время но при этом там и наука намного интересная вы хотите всегда делайте двухматочные потом у вас есть кухня этот медовичок это все от того что иммунитета пчелы нету не набирает она в определенный момент и начинает вот эти вот объединения медовички вот эти выдумывать шланги объединять чтобы семьи объединять поверь мне если ты вот реально займешься иммунитетом и перестанешь в первую очередь перестаньте брызгать лекарством один раз в год чем хочешь брызги но только не химии вот в августе месяце в сентябре месяце один раз раз брызнешь я вам буду показываю уже сейчас начну вот следующие ролики начну вам хитрожопости показывать и поверь мне иммунитет будет такой что замучишься десять семей замучишься мед качать так что коротко но наверное объяснил так что пока пока всем привет